Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем нашу очередную пресс-конференцию после матча Волга-Ульяновск-Сепсельмаш-Новосибирск. На ваши вопросы ответят главные тренеры команд Сергей Иванович Пирсов, главный тренер Сепсельмаш и старший тренер Волги Дмитрий Валентинович Маланин. Сегодня именно в связи с болезнью Сергея Михайловича Наумова представляет Волгу на пресс-конференции. Начнем с гостей Петразицы. Сергей Иванович, вам слово. Совсем получилось по тактике, но практически тот план на игру, который мы пытались воплотить, мы его воплотили. Единственное, конечно, очень уж легко пропустили игру, очень легко. Это, наверное, предстоит серьезный разговор, когда так безобидной ситуации терять игроков в своей зоне очень тяжело. Ну и, если быть более честным, я, конечно, ждал более агрессивных действий все-таки от Волги, но, наверное, сказывается отсутствие главного тренера. Может, команда переживает еще немножко, может, еще тоже не вошла в игровой. Но выиграли все, не молодцы. Спасибо, Дмитрий Валентинович, вам слово. Что я скажу? Ребята вроде старались, бегали, но и раз стоит за шибок, который они допустили. И тоже я скажу, что легко пропустили эти игру, стандартные пропустили, ненужные вот эти главного стандартных. Ну и все-таки в атаке, в предыдущем, есть, конечно, вот так очень тяжелое движение. Спасибо. Ну, что сказать, все равно скажу. Если допустили ошибки, на чем надо работать, конечно. И соперник все-таки, соперник заставляет ошибаться, заставил ошибиться. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, ваши вопросы. Прежде чем задать вопрос, все-таки представляйте, чтобы наши наставники, в первую очередь, гостей вас знали. Максим Скворцов, газета чемпионов. Сергей Иванович, перед игрой, как вы вспоминали, прошлогодний год, когда все-таки обидно проиграли 1-6, или старались об этом жить или нет? Да, я для себя лично вспоминал эту годную, и вот как раз у вас произошла смена тренера, это всегда дополнительные эмоции, плюс хоккеисты дополнительно мотивированы, настроены были. Я не знаю, что было в команде, правильно, неправильно это было, но это всегда дает какой-то толчок. Ну и хочу сказать, что в прошлом году мы допустили тоже ряд грубейших ошибок. Я не скажу, что мы проиграли полностью, поэтому, если кто помнит меня, и отрицательных оценок-то не было. Здесь там были четвертые, потому что мы старались, играли, голы были забиты, конечно, там, жалко, постарались в этот момент избежать таких голов, именно допуская выходы один на один через края, через центральную зону, но, видите, как пропустили в продолжении передачи забросов. Сергей Георгиевич, что в перерыве сказали о своей команде? Ну, во-первых, на это сказал, чтобы немножко добавили в агрессивности, потому что в первом тайме было очень много моментов недоигранных, мы практически залезали в штрафную, но не угрожали ворот, мы дальше двигались, двигались, а когда надо было пробивать, забивать. Были моменты, которые доигрываются, как раз сказал, что нет ударов, тогда нет угроза. Если нет ударов, тогда скорость должна быть выше, чтобы залезать. Ну, первый тайм такой получился, то есть вы все-таки опасались волгу? Да мы опасаемся любого соперника. Выбуду. Нет, наверное, может быть, я не знаю. Есть, конечно, три команды, которые лидеры, это стопроцентные лидеры. Остальные команды, любая команда может преподнести сюрприз, как на выезде, так и дома. Поэтому чуть-чуть недооценка, а это сразу сказывается. Я говорю, мы все минуты расслаблены, как мы сравняли счет. Сравняли счет, и на этой же, старым же касанием нам завивают практически мяч обратно. У нас уже несколько голов таких было после этого. Как только сравниваем счет, нам тут же разыгрывают в центре поля, идет продольная передача, мы стоим, смотрим, нам заговорят в голову. Поэтому здесь все соперники серьезные, все бьются, все стараются выиграть, рады от своих боячих. Дмитрий, постоянно верю в счете, чего все-таки не хватило, что, чего не хватило ребятам? Мастерства, опыта. Все-таки верю в счет. Вести одно, надо же играть от первой минуты и за последнюю минуту. Вот и не хватило, во-первых, нет ведущего игрока, который может вывести за собой все каноны. Не хватило, конечно, мастерства. Нет у нас мастеровитых игроков. У нас такая средняя команда, которая должна быть как кулак, а не одна на поле. Вот если выражать, уже нет кулака, нет команды. Вот где-то что-то один-два звена выпала, и все. Сегодня во время матча, может, перерывы как-то связываются с нам? Спокойно. Нет, не все. Что, зачем связываются с нам, что я не буду... Нет, может, он звонил, просто спрашивает. Рассказывает о событиях матчей, что ли? Еще есть вопросы? Все, спасибо. Спасибо за ставку команды.